В преддверии сессии Госсовета глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с руководителями фракций политических партий, представленных в парламенте. Политики обсудили ряд важных для республики тем. Такие встречи стали уже традиционными. Лидеры фракции имеют свой взгляд на решение многих актуальных для жителей республики проблем. Глава Чувашии всегда с интересом выслушивает предложения, идущие от парламентариев. И на этот раз разговор получился открытым. Так депутат Госсовета Чувашии от «Единой России» Анатолий Князев предложил детальнее прорабатывать механизмы финансирования масштабных строек. Например, таких как Ледовый дворец и полигон для твердых бытовых отходов, чтобы не было сбоев в работе. Лидер фракции ЛДПР в Госсовете Андрей Кулагин предложил отобрать у регионов, где есть нефть и газ, право на разлив алкогольной продукции и передать его тем субъектам, где таких ресурсов нет. Депутаты от «Справедливой России» Игоря Малякова волнуют юридический аспект присоединения Крыма к России. А еще серьезными проблемами он считает будущую газификацию за Волжье и свалку в деревне Пиктулина, куда, по его мнению, вывозится представляющая опасность отхода с химпрома. Свою точку зрения по ряду важных вопросов высказали и депутаты от КПРФ. Так Дмитрий Евсеев попросил больше внимания уделить пассажирским перевозкам и тарифам на них. Поговорили и о возможностях республики уменьшить трудовой стаж для получения звания ветерана труда. Тогда бы льготы смогли получать большее количество тружеников. Еще одна тема – социальная поддержка категории «Дети войны». Она принимается каждым субъектом федерации отдельно. По мнению сенатора Чувашии Галины Николаевой, в ряде регионов льготы для детей войны приравняли к льготам для ветеранов труда. Хочется очень сказать вам о том, что многие предложения на федеральном уровне уже поддержаны. Мы продолжаем работать с министерствами, с кабинетом министров. Хочу отметить, что все-таки Чувашская республика на федеральном уровне, когда я присутствовала в этом зале, было приятно слышать. Нам сказала Валентина Ивановна на личной встрече, Игорь Юрьевич, что Чуваши, засучив рукава, без всякого лишнего шума, работают очень добросовестно и стараются, и никому не плачутся. Так это, скажем, было высказано спикером Совета Федерации. По словам сенатора, все поставленные на законодательном уровне задачи можно решить, если объединить усилия всех фракций. Чуваши в этом плане может показать хороший пример. Оксана Замятина, Сергей Рябчиков, Республика.